Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Сегодня у нас очередное видео по обновлениям StarStayvel Online. Посмотрим, каких лошадок завезли на ярмарку, что же готовит новый враг для Юрвика, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! К нам вернулась ярмарка и в этот раз со скидкой продаются бельгийцы, дартмусский пони, першерон. Три лошадки и трой породы со всеми своими мастями продаются около Морланда на ярмарке со скидкой. Благодаря такой скидке вы сможете порадовать себя новой лошадкой или даже несколькими лошадками. Бельгийцы стоят 549 СК по скидке. Дальше у нас идут атмутские пони, 499 СК. И самые крупные лошади, першероны, тоже 499 старпоинцев. Очень вкусные скидки, так и хочется забрать всех этих лошадок сразу. Поэтому, кто давно хотел кого-нибудь к себе в коллекцию, либо першерона, либо маленького дартмурского пони, или же бельгийца. Идеальная спортивная лошадь, которая подойдет абсолютно любому наезднику для абсолютно, я считаю, любой дисциплины. Также на Юрвик пришло еще и новое сюжетное задание, связанное с куклами. Ежедневно будут появляться очень смешные и тряпичные куколки, которые можно будет собрать. Но по факту, если вы их будете собирать в ближайшее время, их всего нужно 16. И как только вы их соберете, то сможете получить некое количество опыта для своего персонажа и лошади. Других наград же не наблюдается. Немножечко полезная информация, которую, возможно, ты не знал. Раньше на конном фестивале не было причесок, но в этом году завезли маленькую парикмахерскую с очень красивым макияжем и с собранными пучками, которые идеально смотрелись на соревнованиях. Но после ухода конного фестиваля ты мог потерять эти прически и ждать их до следующего года. Но на самом деле это не так. Приезжайте на ферму Стива, вернее в деревню Серебряной Поляны, в парикмахерскую колу КАЦ. И здесь именно продаются те самые пучки. Я об этом не знала. Наткнулась на них совершенно случайно и делюсь этой информацией со всеми, кто об этом не слышал, не видел или даже, может быть, в принципе не знал об их существовании. Видов пучков всего лишь два. Ровные волосы и кучеравые или же волнистые. Очень классные оттенков много. Каждая прическа такая стоит 120 и идеально подойдет для выступления на боевом поле. На следующей неделе на Юрвик прибывают новые масти наших любимых вестернских пород. Так что если вы любитель Дикого Запада, то приезжайте, посмотрите, а возможно и купите себе новую вестернскую лошадку. Также дополнительное рассуждение. Возможно в августе мы получим обновленных, а точнее новую фрисскую лошадь. Если до этого у нас существовала в игре фрисская лошадь в виде юрвикского фриза третьего поколения, то разработчики сообщали нам о том, что они планируют выпустить нового фриза, который будет называть просто фрисской лошадью, то бишь не юрвикской. Они считают, что это совершенно будет другая порода. До этого мы видели с вами спойлеры по мастям, и вот уже недавно, буквально несколько недель назад, мы увидели с вами описание из файлов игры. Так что возможно уже в следующем месяце вы сможете провести себе в коллекцию высокого статного фриза. Ну а на этом все, обновление подошло к концу, спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам сюжет связанный с темными всадницами. Купили ли вы себе бельгийца одного или нескольких, может быть осуществилась давняя мечта по этой породе, и вот наконец-то вы дождались той самой скидки. Я очень рада на самом деле, что разработчики чаще всего делают скидку на бельгийцев, ведь эта лошадь идеально подойдет любому начинающему наезднику в Старстейбл онлайн. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!